МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень хотелось бы, чтобы люди доверились, чтобы люди поддержали кандидатуру. Поэтому, конечно, волнение было, безусловно. Штаб работал всю ночь, до того времени пока хотя бы предварительные итоги голосования не были подведены. Поэтому я в дело, можно сказать, с ними вместе. Конечно, интересовались результаты, которые будут получены и партией, и мной как кандидатом. Ну и другими, конечно, кандидатами от других партий. Ну вот на сегодня результаты уже известны, да? И вас не смущает довольно маленький отрыв от ближайшего преследователя? Это коммунист Семенов. Смущает. Я думаю, что, может быть, это в определенной степени моя недоработка. Потому что предыдущие пять лет, которые я работала как депутат от Республики Хакасии, наверное, мало все-таки именно в средствах массовой информации размещала публикации о том, как я работаю, что я сделала и так далее. Поэтому многие говорили на встречах даже, что вот мы вас видим в первый раз, или что вы приехали впервые в Республику. Хотя на самом деле это не так. С 2012 года я бывала постоянно и в районах, и в городах, и в селах, и с коллективами встречалась. Ну вот такое информационное поле как бы не было охвачено. Наверное, вот этот большой недостаток, который на будущее надо будет просто учесть. Но у нас на сайте размещены все мои вот эти выезды, начиная с 2012 года. Поэтому если кого-то интересует, и кто хочет все-таки убедиться в том, что я работала все это время, они могут зайти на этот сайт и посмотреть, поинтересоваться. Как в целом вы оцениваете ход избирательной кампании? Ну в целом она была очень напряженная. Я, конечно, не ожидала, что столько будет со стороны одного из кандидатов от КПРФ. Вылета столько грязи, столько неправды, столько вранья. Я не была готова к этому. Но, с другой стороны, мы просто решили, что, наверное, недостойно отвечать на такие выпады аналогичным образом. И поэтому мы, может быть, тоже были в этом отношении не совсем правы. Может быть, надо было все-таки отреагировать, чтобы люди поняли, что то, что им преподносится, что это совершенно неправда. Но я, со своей стороны, конечно, я все эти материалы подобрала. Я их донесу до сведения Геннадия Андреевича Зюганова, Ивана Ивановича Мельникова, других членов партии, которые работали эти годы со мной и относились ко мне с уважением, в том числе как к профессионалу. Я думаю, что мой совет им будет, чтобы они более тщательно отбирали кандидатов, которые потом представляют их и портят имидж партии. А все-таки в КПРФ у нас тоже очень много достойных людей. И не хотелось бы тоже, чтобы в их адрес вот такие вот неприятности поступали. А другую критику в адрес Единой России вы слышали? И много ли вообще ее было во время встреч с избирателями? Да, критики очень много было со стороны кандидатов. И, конечно, на встречах тоже звучала критика со стороны населения. Потому что действительно всегда много нерешенных вопросов. Все-таки республика у нас относительно молодая. И инфраструктура, и многие объекты, они просто как бы в то время, когда были автономии, не были как бы положены. В основном все это делается в областном центре. И за десятилетиями разрушалось, в том числе, производство, которое здесь раньше было. И за последние 5-7 лет сделать все, вернуть на прежние рельсы, это, конечно, очень сложно. Но, тем не менее, за это время работа была проделана очень большая. И мы сегодня знаем, что у нас много чего построено. И с точки зрения дорог, и школ, и детских садиков, и учреждений культуры, и так далее. И много делается, предпринимается для того, чтобы все-таки работало производство. Да, не получается, многое пока не получается. Но, тем не менее, попытки эти постоянно предпринимаются. И я думаю, что в конечном счете, конечно, увенчаются успехом. Во всяком случае, руководство республики считает, что рабочие места должны быть в республике для людей. И руки не опускают в этом плане. Предпринимают все возможные меры для того, чтобы можно было выстроить отношения, завести сюда инвесторов. И чтобы все-таки у нас рудники наши заработали, и, может быть, создать новые предприятия. Хотя, конечно, как всегда, это непросто. Потому что, с одной стороны, создаются предприятия, с другой стороны, нарушается экология. Здесь вот этот баланс выдерживать достаточно сложно. Но, тем не менее, не двигаться по этому пути нельзя. Если не будет новых производств, конечно, не будет развиваться экономика республики, не будет необходимого количества доходов. И очень сложно будет решать и социальные вопросы, и вопросы инфраструктуры. То есть, чтобы улучшать качество жизни наших граждан, надо идти по пути развития экономики. Сейчас, когда вы уже депутат, второй раз, да, уже второй срок вы депутат, какие задачи вы сейчас будете решать в первую очередь? И вот интересует, прежде всего, то, что касается Хакасия. Ну, задачи, они были изначально поставлены. Я считаю, что их надо просто продолжать в дальнейшем режиме работать. Потому что, например, мы говорили о том, что если мы в 2011 году участвовали в 11 программах, то сейчас в 28 программах участвовали, вот эта пятилетка была. Многие программы в 2015-2016 годах закончились. Сейчас на государственном уровне, на уровне федерации, формируются новые программы. Значит, мы тоже должны посмотреть, каким образом мы можем в них вписаться, по каким они пойдут направлениям, в том числе по строительству и созданию новых мест в школьных учреждениях. Это вот одна из программ, которая будет сейчас как новая, и мы должны в нее вписаться. И так далее. И, конечно, нам нужно завершать те объекты, которые построены, крупнейшие объекты, насытить их необходимым оборудованием, для того, чтобы была отдача от них полная, от перинатального центра, от хирургического корпуса, от культурно-музейного центра Козласова. Потому что это действительно достояние республики. Надо, чтобы они функционировали в полном объеме, как того и было предусмотрено, когда закладывали эти проекты. То есть вы сейчас будете добиваться федерального финансирования для завершения этих проектов? Да, мы совместно с главой республики, министрами со всеми будем работать в этом плане, чтобы, во-первых, они были завершены, как я уже сказала, чтобы они функционировали в полном объеме. И, во-вторых, обязательно держать руку на пульсе, какие еще проблемы можно решить на уровне федеральной власти. Какие наказы избирателей вы считаете для себя наиболее важными? Ну, в принципе, эти встречи, как правило, они все-таки сводятся к тому, что волнует население, проживающее на конкретной данной территории, в данном муниципальном образовании. Поэтому вопросы все на контроль будут взяты обязательно. Я тоже их расцениваю как наказы. А дальнейшая работа будет совместная. Начиная от главы республики Виктора Михайловича Зимина, министров, глав районов, глав муниципальных образований. Те вопросы, которые можно будет поставить и решать на федеральном уровне, безусловно, я их буду ставить. Я и до этого была автором законопроектов различных. Также и сейчас, я думаю, что, например, нам нужно будет решать вопрос по продлению материнского капитала. Сейчас он до 2018 года продлен. Я думаю, что нам следует его решать дальше. Проблема номер один, которую сейчас нужно будет решать уже в бюджете 2017 года, это индексация пенсии. Заявлено председателем правительства о том, что будут индексироваться пенсии в полном размере. Значит, формируя бюджет следующего года, мы должны обязательно предусмотреть эту индексацию. То есть помимо 5000 рублей. Помимо 5000 рублей, да 5000 рублей, это как бы компенсация этого года, 16-го. Просто выплачено будет в январе следующего года. А 2017 год, он должен уже идти в соответствии с законом. Это должна быть индексация на уровень той инфляции, которая сложится вот по декабрю текущего года. У нас продолжается, и мы считаем, что надо продолжить работу нашего фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств которого у нас идет переселение из ветхоаварийного жилья. Это тоже вопросы, очень важные для того, чтобы комфортные условия создавать для жителей республики, но вообще в нашей стране граждан. Поэтому остаются проблемы со здравоохранением, многие из них в подвешенном состоянии, которые надо обязательно решать. И так далее. То есть практически по всем направлениям, по которым мы работали, и были программы на федеральном уровне, и поддержка сельского хозяйства, и поддержка образования, и поддержка малого бизнеса обязательно. То есть вот эти вопросы, они все остаются. У нас, кстати говоря, в заделе в Государственной Думе еще шестого созыва остался целый ряд таких законопроектов, которые, я думаю, на ряду с бюджетом на 2017, 2018, 2019 год, тоже будут предметом рассмотрения на наших комитетах, комиссиях и на пленарных заседаниях. Что ж, спасибо вам за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. И желаю, чтобы вы на 100% оправдали доверие избирателей. Спасибо за приглашение на интервью. И я думаю, что, конечно, я буду стараться максимально эффективно работать в Государственной Думе, насколько это будет возможным. Быть так же, как я и была, членом команды, которая здесь, в республике, решает массу вопросов, и быть надежным помощником. Конечно, работая во благо наших граждан, которые здесь живут, и которым очень хочется, чтобы им здесь жилось комфортнее, благополучнее. И чтобы республика такая, любимая всеми нами, чтобы она процветала.